Девушки отдыхают Самое главное в данной игре – это логика, критическое мышление, широкий кругозор и, конечно же, желание победить. Сегодня свое упорство и превосходство будут доказывать на интеллектуальном состязании игроки команды «Сристарс» школы, гимназии, вальдоровской ориентации, интеллектуалы Мадина Жамбулатова, Карина Валиева и Оксана Лобикова. Соперниками команды выступает команда «Комета», которая защищает честь школы-лицея номер 28. Представим эрудитов этой команды – Аида Батыр, Алиби Кинжалиев и Гульсана Хамзина. Добро пожаловать, уважаемые игроки, на интеллектуальную передачу «Эрудит». Как ваше настроение, как ваш настрой? Замечательно. Вы безопречны. Класс. Сегодня у нас в качестве экспертов выступают Жексагали Тулигенович Жумабай, методист городского отдела образования, и Айсауле Аслубековна Искужина, методист городского отдела образования. Как обычно, после каждого этапа конкурса наши эксперты будут озвучивать итоги каждого тура. Уважаемые игроки, члены жюри, если вы готовы, мы начинаем наш первый этап конкурса. И первый тур называется «Байга». Чтобы ознакомиться правилами игры, внимание на LED-экран. Первый тур «Байга». В данном этапе конкурса каждый команде задается по 10 вопросов из школьной программы. Время на раздумье – 5 секунд. По стечению времени капитан команды должен предоставить свой ответ. За каждый правильный ответ в этом конкурсе присуждается 1 балл. Всем понятны правила игры, участники? Да. Дорогие участники, будьте внимательны. Именно этот тур требует вашей сообразительности и скорости мышления. И первый начинает команда с «Рестарс». Давайте с вас начнем. Вы готовы? Да. Ну что же, первый вопрос. Что является мельчайшей частицей вещества, определяющей его свойства? Атомы. Неправильно, молекула. Заповедник, основанный на острове Арайского озера. Время выходит. Ваш ответ? Нет ответа. Барсакельмесский. Из какого произведения фраза «Счастливые часов не наблюдают»? «Горе от ума». Совершенно верно. Столица Кимакского каганата. Есть варианты ответа? Нет ответа. Имакия. Возраст этих деревьев может достигать 3500 лет, а высота – 120 метров. Так, ваш ответ. Сексаул. Неверно. Секвоя. Материк, побережье которого омывают воды всех океанов. Евразийский. Евразийский. Совершенно верно. Евразия. Значение фразеологизма «последождика в четверг». Чистоту чего-то? Нет, никогда. Чему равна сумма внутренних углов четырехугольника? Четырехугольника. 360. Совершенно верно. Каким прибором измеряет работу тока? Амперметром. Нет, счетчик. Последний вопрос. Оболочка Земли, населенная животными организмами, называется? Биосфера. Совершенно верно. Молодцы. Команда «Сристарс». И следующими начинает команда «Комета». Ну что ж, готовы? Да. Тогда начинаем. Атом, лишенный всех электронов. Водород. Нет, ядро. Арабы называли правителя тюргешского каганата Сулу-Кагана. Сату-Буграхан. Нет, Сулу-Каган называли вода. Водающийся. Водающийся, совершенно верно. Следующий вопрос. Угол между направлением на север и на какой-нибудь предмет местности называется? По географии. Какой ваш ответ? Горизонтальный? Нет, азимутом. Древние Баянаульские горы находятся в пределах особо охраняемой территории, называемой... Так. У вас есть ответ? А есть звонок другу 50 на 50? К сожалению, нет. Нет ответа, да? Нет ответа. Национальный парк. Правильный ответ. Значение фразеологизма на волне успеха? А это получается быть востребованным сейчас и быть, ну, в данный момент на самой верхушке. Так, точнее? Да, достигнуть самого пика своей карьеры, своего успеха. Да, можно засчитать как правильный ответ. Правильно. Самое крупное сухопутное млекопитающее, вес которого может достигать 13 тысяч килограмм? Слон. Точнее, какой слон? Вид слона. Серый. Нет, африканский. Африканский слон. Так, из какого произведения фраза «не хочу учиться, а хочу жениться»? Так. Не, не, не. У вас есть ответ? Недорсов. Совершенно верно. Молодцы. Какой угол образуют часовые стрелки, когда на часах 6 часов? Угол? Да. Ровно 6? Да. 180 градусов отвернутых. Совершенно верно. Основной астрономический прибор для наблюдения? Телескоп. Совершенно верно. И наибольшее количество гумуса содержит почвы? Чернозем. Совершенно верно. Молодцы. Спасибо. Ну что же, уважаемые члены жюри, первый тур позади. Ознакомьтесь с результатами игры. Оцените, пожалуйста, знания наших участников, а также скажите, сколько баллов набрала каждая из команд? После первого тура команда «Среди Старс» набрала 4 балла. Команда «Комета» набрала 7 баллов. Спасибо. Знания команды «Кометы» были выше. Они были спорные вопросы, конечно, да? Да. Мы решили ее засчитать, потому что они ее ответили по время и вовремя. И были компетентными ответы их. Угу. Хорошо, спасибо. Ну что же, уважаемые участники игры, а также эксперты, мы переходим ко второму туру. Второй этап игры называется «Интеллектуальный марафон». Чтобы ознакомиться с правилами игры, внимание на LED-экран. Второй этап конкурса «Интеллектуальный марафон». В данном туре участники выбирают ячейки с соответствующей тематикой. Внутри каждой ячейки скрывается по одному вопросу по русскому языку, истории, математике, физике, географии и химии. За каждый правильный ответ присуждается 5 баллов. Время на раздумье дается 10 секунд. Как обычно, мы начнем тогда с команды «Среди Старс». Ну что же, вы готовы? Да. Начнем. Какую из этих приведенных ячеек вы выбираете? Мы выбираем русский язык. Русский язык. Перечислите по порядку с помощью наречий 5 дней недель, не называя ни числа, ни названия дня. Так, время дает, да? Да. 5 дней недель. С помощью наречий. Еще что-то. Это распорожное случилось. Не называем число. Есть ответ. Сегодня, завтра, позавчера, вчера и послезавтра. Совершенно верно. Молодцы. Команда «Комета», выбирайте ячейку. Математика. Математика. Так, в котором часу отправился автобус с пассажирами, если на конечный пункт он прибыл в 20 часов 19 минут, а в пути был 125 минут? 25 минут. 25 минут. 25 минут. Это 2 часа. Нет, это 2 часа. 2 часа. 8 минут. 8 минут. 14 минут. 18-14. Совершенно верно, молодцы. Так, команда «Сри Старс», ваша очередь, выбирайте ячейку. Давайте географию. География. Истоки рек, Эмба, Иргиз, Тобыл находятся в горах... Горах Теньшани? Нет, Мугаджары. Так, «Комета», выбирайте какую дисциплину. Биология. Кто в своей клятве произнес «Не навреди больному»? Гиппократ. Совершенно верно. Клятва Гиппократ. Следующий мой выбирает «Сри Старс». История. История. Назовите город-герой, который ограничился с Западно-Казахстанской областью на Волге. Пусть будет Оренбург. Неправильный ответ. Правильный ответ – Сталинград. Команда «Комета», выбирайте предмет. Физика. Физика. Шарик в машине. Ребенок сидит на заднем сидении автомобиля и держит на нитке воздушный шарик, заполненный гелием. Что произойдет с шариком при ускорении машины вперед? И объясните, почему же так? Есть ответ. Ваше время выходит. Я даю слово Аиде. Получается, если машина поедет вперед, шарик сдвинет свою клюю чуть-чуть вбок и усыднится обратно вверх. Вбок, да, ваш ответ, получается? Наверх. Наверх, да? Да, наверх. Ну, сдвинется вперед. Сила инерции в машине отклоняет тело назад, но также изжимает воздух с задней части закрытого автомобиля. Это увеличенное воздушное давление отталкивает шарик вперед. Вы отметили наверх, да? Поэтому по подобным причинам, когда авто движется по кругу, воздушный шарик наклоняется в сторону центра. Уважаемые участники, у нас остается последний вопрос конкурса «Интеллектуальный марафон». Я зачитываю обеим командам этот вопрос. Кто первее и правильнее ответит, тот и забирает балл этого предмета. Так, у нас остается химия. Этот химический элемент алхимики изображали в виде огнедышащего дракона. А китайцы начали использовать его в 18 веке в пиротехнических смесях. Назовите его. Можно? Да. Сера? Совершенно верно. Комета оказалась впервые и верно ответили. Спасибо, уважаемые участники. Вы показали интересную игру в данном туре. И эксперты, озвучите, пожалуйста, итоги данного тура. Как были и насколько были активны наши участники? Ну, хочется добавить здесь то, что девочки очень сильно старались. Видно, что переживали. Но, тем не менее, по результатам второго тура предпочтение мы отдаем команде «Комета», потому что их ответы были более правильными, и они были мобильны в своих ответах. Ну что же, уважаемые участники игры, эксперты, мы начинаем наш завершающий, самый решающий тур, финал. Чтобы ознакомиться с правилами данной игры, давайте обратим внимание на экран. Финальная игра. В данном этапе конкурса участникам предлагаются четыре темы. Краевидение, искусство, культура и литература. Логика, спорт. Игроки по очереди выбирают себе область знаний и цену вопроса в соответствии с таблицей. При правильном ответе игрок получает балл в соответствии со степенью сложности. При неправильном ответе предоставляется возможность ответить команде соперников. Время на раздумье – 10 секунд. Ну что же, игроки готовы к финальной игре? Да. Вопросов нет? По правилам все ясно? Да. Хорошо. Как вы уже заметили, данный конкурс требует вашего критического мышления, логики, а также вашего кругозора. Поэтому будьте внимательны. Все это время мы начинали с команды с рестарс. Думаю, на этот раз мы можем начать с команды комета. Выбирайте, пожалуйста, тематику и вопрос. Играем по-крупному. Логика 40. Логика 40. Фото-вопрос, поэтому внимание на экран. Вопрос звучит так. Сколько всего квадратов изображено в данном конкурсе? А можно подойти? Давайте подходите. Раз, четыре. Раз, четыре. Шестнадцать, шестнадцать. Восемь. Раз, два, три, четыре. Держи. Девять, десять, 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 четыре. Ну что же, ваш окончательный ответ? Тридцать четыре. Неверно. Сорок квадратов. Вам нужно было немного быть повнимательнее. Возможно, еще время нужно было. Хорошо. Спасибо команде комета. Команда с рестарс. Выбирайте, пожалуйста, ячейку. И вопрос. Мы выбираем искусство, культура и литература. Тридцать баллов. Искусство, культура и литература за тридцать. Уважаемые участники, это видео-вопрос от артистки областной филармонии, певицы Акмарала Ахметовой. Внимание на экран. Дорогие друзья, когда человек рождается на свет, Бог одаривает его специальным голосом. И эти голоса в музыкальном мире имеют свои названия. Например, мой голос – сопрано. Есть еще голоса – альты, баритана, тенора, басы. Также есть два детских голоса. Назовите, пожалуйста. Ну что ж, время ваше выходит. У нас есть один вид предположения – фальсет. Фальсет. Один из них. Так. Команда Кометы, у вас есть вариант ответа? После мы уже узнаем от самой артистки правильный ответ. Бас. Так, хорошо. Ваши ответы принимаются, уважаемые участники. Послушаем правильный ответ. Правильный ответ – детская сопрано, альты. Так, у нас нет правильного ответа. Спасибо участникам. Ну что же, команда Комета, ваша очередь. Выбирайте ячейку и вопрос. Логика за 30. За 30. Ну что ж, послушайте внимательно вопрос. Семь сестер находятся на даче, где каждая занята каким-то делом. Первая сестра читает книгу. Вторая готовит еду. Третья играет в шахматы. Четвертая разгадывает судоку. Пятая занимается стиркой. Шестая ухаживает за растениями. И чем же занимается седьмая сестра? Так, ваш ответ? Седьмая играет в шахматы с сестрой. Совершенно верно. И это правильный ответ. Молодцы, команда Комета. С рестарс, ваша очередь. Выбирайте, пожалуйста, ячейку. И вопрос... Логика за 10. Логика за 10. Один оборот вокруг Земли спутник делает за 1 час 40 минут. А другой за 100 минут. Как это может быть? Логика за 10. Легкий вопрос. У вас есть предположение? Один час 40 минут равен 100 минутам. Совершенно верно. Ваш ответ принимается. Спасибо за ответ. Команда Комета, выбирайте. Логик любит троицу. Возьмем логика 20. Логика за 20. Лодка качается на воде. С нее по борту выкинута лестница. До прилива вода накрывала только нижнюю ступеньку. Через сколько времени вода накроет третью снизу ступеньку, если во время прилива воды прибывает на 20 сантиметров в час? А расстояние между ступеньками 30 сантиметров. Ну что же, у вас есть ответ? Ваше время вышло? Можно? Так. 4 часа? 4 часа, да. Ваш ответ принимается, но он неверный. Никогда, так как лодка поднимается вместе с водой. Ну что же, команда Сристарс, выбирайте предмет и ячейку. Мы берем искусство, культура и литература за 10. Искусство, культура и литература за 10. Этому поэту в 1987 году была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой за всеобъемляющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мыслей и поэтической интенсивностью. Кто же этот поэт? Его известные произведения «Набережная неисцелимых», «Остановка в пустыне», «Меньше единицы». Вспоминаем всех лауреатов Нобелевской премии. Стоит отметить, что он является не только русским поэтом. Может быть? Да, Дольд Райзер. Да, Дольд Райзер. Возможно, я не знаю. Ну, точно. Наш вариант – Тодор Драйзер. Неверный ответ. Мы не знаем, но пусть будет Стивен Кинг или Стэн Ли. Хорошо, ваши ответы принимаются, и они неверные. Правильный ответ – это Иосиф Бродский. Команда «Комета», выбирайте вопрос, ячейку и… Спорт 20. Тематику. Так, «Спорт за 20». Внимание на экран, и это у нас видеовопрос от спортсмена, активного участника команды «Уральскранерс» Рустама Беркалиева. Дорогие ученики, меня зовут Рустам, я из команды «Уральскранерс», и у меня к вам вопрос из мира лёгкой атлетики. Какова официальная длина марафонской дистанции? 50-60. 50-60. Ваш ответ? 50 километров. 50 километров. И это неверный ответ. Команда «Срестарс». Ваш вариант ответа? 3 километра. Так, ваш ответ тоже принимается, но давайте узнаем, ответ правильный или нет от самого Рустама. Официальная длина марафонской дистанции составляет 42 километра 195 метров. Занимайтесь спортом. Команда «Срестарс», выбирайте ячейку и вопрос. Спорт за 10. Спорт за 10. В 2014 году кто из фигуристов на зимних Олимпийских играх в Сочи заслужил бронзу? Известный фигурист. Денис Тен. Совершенно верно. Команда «Комета», в вашу очередь выбирайте предмет и вопрос. Спорт 40. Спорт 40. Спорт 40. Кто из известнейших античных ученых побеждал на Олимпийских играх? Отметьте также, какие игры? По какому виду спорта? Пифагор. Пифагор. А где он сейчас? Ваш ответ, Комета? Пифагор. Так, по какому виду спорта? По шахматам. Нет, ваш ответ принимается. Вы совершенно верно отметили, что это Пифагор, однако вид игры – это кулачные бои. Ух, какой опасный ученый. Ваш ответ принимается, Комета. Так, команда «Свистарс», выбирайте. Краеведение за 10. Краеведение за 10. Вопрос звучит так. В 1775 году кто лично распорядился переименовать реку Ейк в Урал, а Ейцкий городок – в Уральск? Елизавета вторая. Так, ваш ответ принимается. Команда «Комета». Есть ответ? Екатерина вторая. Совершенно верно. Как тебе пора? Да, команда «Комета» ответили верно на этот вопрос. И также команда «Комета» выбирает ячейку и вопрос. Краеведение за 40. Уважаемые участники, это видео-вопрос от Краеведа, учителя высшей категории географии и биологии Кентубекской средне-общеобразовательной школы Амангельды Мендагалиевича. Внимание на экран. Здравствуйте, ребята. Вопрос. Самая большая пустыня по площади Западной Казахстанской области. Общий сыр. Так, ваш ответ принимается. Команда «Свистарс» – ваш вариант ответа? Бахара. А правильный ответ нам уже озвучит сам спикер. Узнаем от самого учителя географии и биологии. Самая большая пустыня Западной Казахстанской области называется Рын-Пески или Наран-Ком. Площадь составляет 40 тысяч километров квадратных. Так, получается, никто из команд не ответил правильно на данный вопрос. И следующими выбирает команда «Свистарс». Краеведение 20. Краеведение за 20. Самая значительная находка последних лет близ Уральска впервые в Казахстане была найдена золотая женщина. Найдена она была в 2012 году. Ее возраст – 17-20 лет. Принадлежность к знатному роду подтверждает 80 золотых украшений. Вопрос. Какому племени принадлежала эта золотая женщина? Саки Тигра Хауда. Так, ваш ответ принимается, и он верный. Действительно, женщина принадлежит племени Саков Тигра Хауда. 20 баллов по краеведению присуждается команде «Стрейстарс». Команда «Комета». Выбирайте предмет и ячейку. Искусство, культура и литература 40. Уважаемые участники, это фото-вопрос. Обратите внимание на экран, кто является автором данной работы. Ван Гог. Ван Гог. Так, ваш ответ принимается. Команда «Стрейстарс»? Нет вариантов. Нет вариантов ответа. К сожалению, вы неправильно отметили команда «Комета», так как автором данной работы является наш земляк, известный художник, первый аттрактивист Сакен Гумар. Команда «Стрейстарс», ваша очередь. И вам достается только один последний вопрос. Это «Краеведение за 30». И это видео-вопрос от руководителя информационного отдела филармонии Западно-Казахстанской области, Улжаса Сетимова. Внимание на экран. Уважаемые участники интеллектуальной игры «Эрудит», мой вопрос. В каком году было присвоено областной филармонии имя народного артиста Казахстана, певца Гарифулы Курмангалиева? Ну что же, команда «Стрейстарс», есть ли у вас варианты ответа? В 2004-м. Так, ваш ответ принимается. Команда «Комета». 1996-й. Какой из правильных ответов мы узнаем от самого Ужаса? Правильный ответ. По решению Министерства культуры и спорта в 1996-м году было присвоено имя Карифулы Курмангалиева областной филармонии. А мы знаем. Ну что же, команда «Комета», молодцы. И вам присуждается 30 баллов. Ну что же, дорогие участники, на этом мы завершаем нашу финальную игру, финальные этапы данного конкурса. Думаю, все ваши волнения и страхи позади. Но перед тем, как наши эксперты отметят, сколько баллов каждая из команд набрала, давайте с вами поговорим. Как вы считаете, какая же из команд одержала победу? «Стрейстарс», как вы думаете? Что команда «Комета» одержала победу? Хочется верить, что мы, но мы не выпускаем предположение, что наши соперники также очень умны и эрудированы. Действительно достойнейший ответ. Команда «Комета», вам слово. Мы считаем, что две команды боролись достойно. И решит, кто победил, все-таки судья. Мы останемся... Нейтральными. Нейтральными. Хорошо. Отлично. Мне нравится ваш настрой боевой. Ну что же, уважаемые эксперты, давайте подведем итоги по третьему финальному туру. Команда «Комета» набрала 90 баллов. Команда «Стрейстарс» набрала 40 баллов. Перед тем, как вы озвучите уже окончательные результаты, что бы вы сказали нашим участникам, какие они знания показали, какие бы вы дали советы нашим эрудитам? Учащиеся очень показали хорошие знания, показали себя с хорошей стороны. Достойно выступили на этом конкурсе. Конечно, на каждом... На каждом конкурсе есть победители, проигравшие. Победителям желаю дальнейших побед. Проигравшим желаю, чтобы не расстраивались. И с таким же настроем также принимали участие в таких же Олимпиадах. Анастасия Аслабековна, вам слово. Как вы оцениваете игру сегодняшних наших эрудитов? Есть ли замечания? По поводу замечаний... Замечаний нету. Единственное, что я могу сказать, что каждая команда по-своему сильна. Возможно, какие-то были здесь вопросы сложные, какая-то команда задумывалась, не справилась. Но, тем не менее, думаю, это не повод расстраиваться, как отметил мой коллега. Каждый показал свою коммуникабельность и творчество, и логическое свое мышление. Здесь вы уже защищали свою школу, показывали на то, что вы способны, какие вам учителя дали знания. Я думаю, что вы на этом не будете останавливаться. И дальнейших вам достижений по всем. Успехов! Спасибо за участие! Уважаемые эксперты, думаю, пришло время уже огласить окончательные результаты. Значит, команда Комета набрала 112 баллов в общем по трем турам. Команда Сри Старс набрала 49 баллов. Поздравляем Комету с победой! Спасибо! Спасибо! Итак, команда Комета, вы одержали победу, с чем вас и поздравляем. Желаем вам успехов, всего самого наилучшего. И, конечно же, чтобы эта победа была не последней. Команда Сри Старс, вы действительно оказались достойнейшими соперниками, одна команда Комета оказалась сильнее. Хотим пожелать вам также успехов и уже побед в других конкурсах. Уважаемые участники, эксперты, думаю, сегодня прошла действительно удивительная игра. И каждая из команд доказала, что они по-настоящему являются эрудитами. Уважаемые участники, желаем вам обеим командам креативных идей, вдохновения и, конечно же, успехов в ваших творческих свершениях. Спасибо вам, уважаемые участники, уважаемые эксперты за участие в нашей программе. И спасибо вам, уважаемые телезрители, что были вместе с нами и следили за ходом нашей игры. Учитесь, развивайтесь, ведь знание – сила. С вами была интеллектуальная телевизионная игра «Эрудит». До новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова